Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроваток-машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Ребята, всем привет! Это утро особенное. Почему? Потому что мы с нашими друзьями сейчас арендуем катерочек и будем кататься вдоль мыса Тарханкут. Это наша с Настенькой мечта с того года. В том году у нас не получилось, потому что здесь закончился сезон. В этом году мы сейчас идем, снимаем индивидуально, без каких-либо групп. Так лучше. Будем заплывать во все гроты. Ну и, конечно же, вам показывать, купаться. Прыгнем в чашу любви. Ты меня не будешь отпускать? Нет, это не. Не знаю. Ну посмотрим, как получится. Вот. Поэтому досмотрите выпуск до конца. В конце видео вы увидите прыжок наш с Настенькой в чашу любви. И напишите в комментариях, отпустим ли мы друг друга до того момента, как мы выплывем из этой чаши. Интрига остается. Погнали. В общем, друзья, это пляж Экстрим. Вон он вдалеке виднеется пирс. И отсюда мы сейчас будем отплывать. Предварительно в WhatsApp я списал с администратора. Нам предоставили на выбор, так как мы по индивидуальной программе 4 вида катера, мы выбрали один, чтобы был с небольшим таким навесиком, чтобы можно было немножко от солнца укрыться. Вот. Ну и, соответственно, по-моему, вот он стоит, белый. Скорее всего, это он. Сейчас мы найдем администратора и нас куда-нибудь посадят. Едем мы в команде 4 взрослых, трое детей. Вот. Индивидуальная прогулка на катере стоит 5000 рублей. И длится она где-то часа полтора-два. Заплываем во все гроты, в сквозные, в пещеры, купаемся, едем на чашу любви. В общем, все сейчас увидите. Все, погнали. Поехали экипироваться. Ну все, мы сейчас будем садиться. Вот наш кораблик. Именно тот, который выгнал, вот его специально для нас отогнали подальше, чтобы его не заняли. Вообще, классный катер. Так, наша команда. Машир, идем. Идемте. Стой, Артем. Здравствуйте. Привет. Давай, ручка. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Все, друзья, полетели. Спасибо. Так, все Маши в камеру. Ну все, мы отправляемся в удивительное приключение на катере. Вон на ближайшие полтора часа. Наш. Вот так это все, ребята, выглядит. Первый мы плывем вон туда, к кораблю затонувшему. Ну а дальше в гроты будет очень красиво. И все, мы плывем вон туда. Видите, какая скорость, мощь, на поле. Это просто кайф. Это просто кайф. Это просто кайф. Кайф, да? Это просто кайф. Вот он маяк, сейчас вы увидите его с высоты. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Друзья, первая локация у нас пройденная. Еще впереди 11 километров. 11 километров такой классной атмосферы. Предлагаю вместе с нами продолжить просмотр. Погнали! Капитан корабля катера дал на газ. Погнали! Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок 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 Дима Торзок Дима Торзок Теперь наблюдаем за самим мысом Тарханкур. Посмотрите, как тут красиво. Смотрите, можно наблюдать пляж. Типа дикий, но кайфовый, посмотрите. Все с масочками, здесь явно что-то ловят крабиков. Сейчас мы с вами будем заплывать в бухточки и, возможно, искупнемся. Покажу вам водичку. Друзья, мы сейчас с вами подплываем вместе в грот. Свое название он получил благодаря его красным отложениям. С левой стороны впереди вы сможете наблюдать небольшой гротик. С правой стороны небольшой сухер. Друзья, этот выпуск точно заслуживает лайка. Посмотрите. Вот это да! Слушайте, это просто какое-то шумято. Классно, Артем? Да, три паука. Смотри. Мама, это же три паука. Смотри, паука. Это нормально. А нас вместе с вами ждет еще роты, еще больше, еще интереснее. Погнали. Вот, друзья, с воды вы можете увидеть чашу-мыслитель. Сейчас я вам покажу, как она выглядит с воздуха. Смотрите, какая в скале пещерка. Впереди, с левой стороны, наверху вы можете наблюдать стадию. Йоги поставили одного из своих богов, бог мышления. Он накапливает чахру туристов и передает их старшим наставникам. Само место называется Белый мыс и бухта чудесная. Высота над уровнем моря составляет 42 метра. Статую поставил какой-то известный питерский архитектор молодой. Шестный отзыв. А сейчас мы, друзья, заплываем в такую бухточку, куда можно спуститься. Я вам показывал в сториз, поэтому подпишитесь на инстаграмы на наши. Мы там много чего показываем. Вот, здесь такой пляжик, видите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, вот это вот черное, это застывшая лава. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У тебя здесь что, здесь что-то вулкан что-ли было или что это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы к чему-то подготовились, капитан снял тент, значит, что-то ждет очень интересное. Итак, капитан, под заказе есть. Баба-баба. Мы сейчас, наверное, туда заплывем. Это грот влюбленных. 25 метров туда в длину, представляете? Мы, скорее всего, сейчас туда зайдем. Вот это тот мыс. Это он 46 метров над уровнем моря. И, ребятки, поплыли. Ребята, обязательно подпишитесь на канал, ведь это будет очень интереснейший выпуск. Мы сейчас заплываем в грот, который длиной 25 метров. Нам удачи, мы поплыли. А вы подписывайтесь. Слушайте, я не знаю, но сейчас становится очковой. Я никогда не был в таких местах. Давайте вместе. Ваше внимание, это коридор. Рубина в основном зависть оставляет четкий шахалет. С первой стороны, впереди белая полоса от воды. Небольшой клятичный пляж. Береги на полтора метра. Зато 6 метров в ширину. Пляжик взял и не не влюблен. Ну, как вам? Как вам, друзья? Друзья, как вам? Кайф? А чем пахнет? Мы выплываем. Мы выплываем. В общем, здесь можно дотронуться и загадать желание. Артемка загадал самое крутое. Не болеть. Все верно. Нет ничего прекраснее, чем действительно не болеть. А мы отправляемся, друзья, дальше. Кайф. Ребята, обратите внимание на цвет воды. Губина 3,3,5 метра. Это место с левой стороны. Впереди у нас называется Белый пляж. Белый пляж. Доступ только с воды на кайф. Какая вещь. Ребята, обратите внимание на кайф. Первый шаг по коленам, второй по пояс. Друзья, в общем, вот тут, где такой, видите, скала такая обрубленная. Там бьет родник с пресной водной, с ледяной. И те, кто здесь, дикари останавливаются, они никогда не испытывают дискомфорт насчет воды. Плюс также здесь очень много дайверов, которые погружаются. Здесь очень много подводных пещер. В общем, такое самое, самое топовое место дайверов. Вот мы сейчас сюда заплываем. Обратите внимание с левой стороны, это темный массив. Называется Голуб-бутылочкой. Или, как его их называют, подводный монастырь. На глубине здесь находится подводный вход. В соседней бухке выход. Центральная пещера сделана в виде бутылочки. То есть, внутри массива находится колодец полтора метра в диаметре. Опускается на глубину одиннадцати с половиной метров. И расширяется к донышку до шести с половиной метров в диаметре. Общая длина сорок шесть метров. Место для второго дайва. Глубина от шести до тренадцати с половиной метров. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это большой атлеш. Была поставлена честь Львово Николая, поправителя рыбоков. Это жертвование самих выборов. Сам по себе ответственный клик благодаря Екатерине Второй. Она в свое время подписала договор с греками, которые прибывали на байдах для кустарного лова в Кипале. В общем, здесь вот добывается рыба. Здесь прям такой рыбный завод, много отловли. Но сверху вы видели, что там можно остановиться. С той стороны есть кемпинг. Сейчас покажем с моря. Там сидят рыбаки, контролируют. Чтоб сюда попасть на машине с объездной, идет асфальтная дорога. По указанию на Дельфинари, здесь также есть Дельфинари, четыре года назад открыли. Смотрите, какая красотища. Сквозной грот, пляж. Ребята, войдите внимания с левой стороны. Здесь будет открываться знаменитая арка Атлеши. Вот арка Атлеши. Вот арка Атлеши. Действительная карточка Атлеши. Вот с левой стороны. Вот это вот называется камушек царевна-лягушка. Это граница большого Атлеша. И малого Атлеша является вот этот камень. Вот сейчас попадаем на малый Атлеш. И можете увидеть, вот видите, дикарями вот так вот в палатках стоят. Прям на камнях. Но это, конечно, дичайший дикий отдых. Кайф. Посмотрите, какие там гротики, пещерки. Вот люди вот так спускаются и купаются. Да, здесь потрясающая чистая вода. Уже непосредственно не бухта, это открытое море с небольшими вот этими бухточками. Идеальная локация для фотографий. Видите, в середине с левой стороны стоит лодочка. Немножко правее между вот ребятами и мужчиной, мальчиком и жилетним. Вот между ними здесь, 4,5 метра от прибоя, находится малая чаша, имеющая размеры 2,5-3,5 метра в диаметре до 3 метров в глубину. Также она имеет 3 подводных выхода на глубине 1,5 метра. Прямо от нас протяжной... В общем, вот тут вот находится малая чаша, скважина на 4 метра в глубину, имеет разные выходы. Малая чаша считается другим местом, потому что доступ только с водой. Ну и сюда, соответственно, доступ только с водой. Кайф, посмотрите, друзья, какая красотища. Ребята, обратите ваше внимание, с правой стороны, в середине, вы можете наблюдать, у нас находится мыс Крокодил. Вот это мыс Крокодил, вот эта дырка, это глаз. Семь столбов, уходящих в глубину на 4,5 метра. В общем, сюда приезжают те, кто хочет в первый раз совершить погружение, дайвинг. Это идеальная точка, небольшая глубина и максимально безопасно. В общем, это место для новичков. Мыс Крокодил. Да, форма, конечно, бомбическая. Вот с земли этого не видно. А, вот дайвинг. А вот группа дайвингистов, дайверов, дайверов, так будет правильней. Вот они сейчас будут погружаться. Класс. Класс. Вот это пасть Крокодила. Смотрите, сквозной грот. И походу мы туда сейчас заезжаем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Слушайте, ну это же вообще епсель-мопсель. Как это круто. Посмотрите. Слушайте, друзья, это великолепно. Кто будет здесь, это обязательная программа. Обязательная. В самом начале выпуска я говорил про то, что мы прыгнем в чашу любви. В этот раз мы, к сожалению, не прыгнем. Возможно, это будет в другом выпуске. Но капитан сказал, что это разные порты. У них конкуренция. Соответственно, прыгать, они не приближаются к тому месту и не останавливаются там. Поэтому в другой раз. Смотрите, какие места. Вот это пещерки. Три сестры. Средняя, младшая, старшая. Сейчас мы сюда зайдем. Давай, давай, давай. Вот сюда, сюда. Посмотрите. Это какое-то просто великолепие, ребята. Какая здесь кайфовая вода. Гляньте. Кто? Голубь сидит. Ну, московский. Голубь, да? Да. Друзья, вам видно голубя? Друзья, отсюда мы сейчас отправляемся в самое кайфовое место, в которое я просто мечтал попасть. Ловите картинку вот отсюда. А теперь, друзья, картинку отсюда. Поставьте выпуск на паузу, напишите, будем ли мы сейчас там проходить. Мне самому очень интересно. Судя по скорости, по ходу, да. Это просто огонь. Друзья, посмотрите. Обратите ваше внимание, впереди у нас находится самый длинный грот в Европе. Мы подготовим заставляем... Самый длинный грот сквозной в Европе. 96 метров. Здесь снялось очень много фильмов. Посмотрите, ребята. Вот туда надо дрон запустить. Друзья, мы в таком месте крутой год. Контент. Контент, друзья, для вас. Смотрите, какая красотища, друзья. Вот она, чаша любви. Попробуйте ваше внимание, впереди и с правой стороны у вас находится часто влюблён. В специальном мастере сделано в виде бассейна. Максимально врублухая кошка, а голодка в полу. Опа. Вот так вот здесь очень много народу. Друзья, скажу честно, если вы приезжаете вот так вот в сезон, то чаша любви превращается не в чашу любви, а в кастрюлю с борщом. Согласны? Ну это реально просто борщ. Здесь снимался фильм «Человек-амфибия». Ну всё, друзья. Это последняя точка нашего маршрута. Мы отправляемся домой. Соответственно, мы отдалились от маяка один с половиной километров. Спасибо, что смотрели выпуск до конца. Поставьте лайк этому выпуску, напишите комментарии, ваши эмоции, как вы с нами прокатились. Всё для вас. Спасибо. До новых выпусков. Ребята, сейчас самая мощь нашего контента. Мы сейчас здесь, так сказать, паркуемся и будем прыгать в воду, нырять. Давайте с нами. В общем, друзья, мы плывём домой. Ой, нельзя ходить, мы плывём домой. В воде есть какие-то незначительные проблемы, мы плывём очень медленно. Но это кайфово, потому что наслаждаем погода сегодня. Попадём на камеру. Великолепная. Давайте. Вот так вот. Попадём медленно, но верно. Бывает такое, но, как говорится, всё для нас. Не будет скорости, всё кайфово, но в свободе не кайфово. Нам второй раз приходит помощь. Хотят как-то помочь. Но очень медленно. Медленно и ничего. Вот. Помощь. Атака. Вроде периодически ускоряемся, но что-то вообще случилось. Ну, ладно. В общем, друзья, поездка должна была длиться час двадцать-полтора часа. В итоге мы уже готовим чуть больше двух часов, потому что мы никак не можем приплыть. Ну и ладно. Да? Ха-ха-ха. Наслаждаем всё. Наслаждаемся. Софийка у нас по словам. Нет, играем в гайфово. В район полоски. На стоянке. Как вы хотите пулисти? Катер никак не получается. Комитет, в период не хватает. То есть, что стоим предпосадим. В море. В море. Посмотрите наш выпуск на канале, когда мы арендовали парусную яхту в Ялте в том году. Мы шли под парусом и когда ты оказываешься в такой ситуации, как сейчас, а не более думаешь, что сейчас под парус мы просто гоняем по ветру, по фигу. Поддержите нас лайком, чтобы мы добрались до берега, Да, может быть, я на пульсе и летну, посмотрю, будет видно. Вот, этот звук сейчас берегу. Давай катерок, не подводи. Включился. Погнали. Чуточку удачи, и мы ее доберемся. Погнали. В общем, пока ничего не получается. Но прежде мы чуть-чуть переберемся на видео. Но... Айф мой. И это... И у нас жизнь не максимальная. А то, что слышите, мотор захватывает. Но пока не что-то. Вот так вот мы с периодическими перебежками двигаемся. А вот уже отбываем к кораблю. Но нам еще достаточно долго, учитывая, что мы минут уже 30 вот так вот барахтаемся. Нет, 40 уже минут барахтаемся. Нет, 40 уже минут барахтаемся. Абх, это как я. Чего бы не надо снова провести свое судно. Снова какая-никакая. Ты классная, какая-то бутылка. Я же не знаю, что это... Водержная. Водержная, да. Водержная, да. Водержная. Я не знаю, что хочет. Конечно. Да. Так что может. На большой скорости мы обратно вступим Тоже на большой скорости Вот Но Нет Прям так на нас идет На этой экскурсии Что-то приедет Вот видите Вот так вот мы должны были возвращаться В такой скорости А мы стоим И никуда Так, сейчас будет идти волна Война Вот останавливаются Спрашивают Что случилось Но Долгу нету, помощь пока не пришла Мы пока просто болтаемся В морюшке Ну так вот волны Ну Проблема только Сказать для капитана Но для нас это все Ну плюс Он спросил конечно что случилось и уехал дальше Так идет Следующий катер. Посмотрим, помогут ли нам. Это как он на трассе стал, короче, в машине, и кто-нибудь нам поможет. Едет катер. Смотрите. Нет, он проходит вообще мимо, это походу конкурент. Прекрасная погода, нет дождя, нет тучек, немножко облачков, мы просто в морюшке. Так, движок схватил, это хорошо. Начинаем медленно отплывать. Нету, да? Я не прикручил, полный бак был. У вас нет никакого бензина со мной, пацаны? Так, у нас, в общем, закончился бензин, поэтому мы двигаемся на парах. Вот еще подмога, спрашивают, что случилось. Канистру с тобой нету. Дайте канистру. Вес, с волной, классно. Так, нам сейчас помогут, отлично. Так, помощь пришла. Так, мы едем к берегу сейчас. Видимо, зашвартуемся, нам будут помогать. Вот она, морская дружба, помощь друг другу, друзья. Вот так надо всегда помогать, остановиться, неважно, на экскурсии ты или на индивидуалке. Помощь всегда приветствуется. Вот так вот. Передаю только канистручку. Все, отлично. Спасибо. Все, сейчас мы... У нас сейчас происходит дозаправка. Опа. Вечер спит. Так вот. Все, наш спаситель. Да. Так. Так. Здесь ветер. Да. Актеры. Вот актеры. 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 Недодельные. Актеры. Актеры. Что там, переходнички какие-то нам нужны? Ну, есть фильтр какой-то. Ага. Ой, 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 ничего себе. Фильтр засорился. Вечайно. Ну, как-то, кто-то не сошел. Надо чистить, надо. В общем, друзья, как мы поняли, вам помогли. Нам дали канистру с бензином полную. А мы сейчас, в общем-то, всё перекинем, шланги, что-то там заменим, я там особо не понимаю. Вот так вот всё это происходит. И едем, скорее всего, поедем. Классно, вот это приключение. Нужно идти? Конечно, конечно, нужно. Она тоже хочет походить. Кто не хочет? Вот прикольный выпуск получается. Ну как вы, друзья, не скачаете? Нет. Нам дали бензин! Дали, дали, дай. Дал, дал, ушел. Дал, дал дома. Фига себе сидит. На пальце прям сидела. Ну и у нас идет на сессию. Такая возможность, можно было расстроиться, конечно. Сказать, что наши планы с этим полетели. Но это клево. Уникальная возможность. Всегда нужно смотреть только с положительной стороны. Абсолютно на все. В общем, напрямую кинули вот так патрульки. Мы идем в такой круг, чтобы канистра не улетела в нас. В море, но скорость достаточно кайфовая. Бои кубинездуай! Проходим маяк, друзья! Снова затонувший корабль! 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 Просто боялся, что у меня вылетит телефон из руки! Вставило нас всех в кресло! Девчонки держат детей! Ну это прям милое что-то нечто! Сейчас немножко спокойненько уже плывем! Есть возможность немножко отснять! КОНЕЦ мы доплыли у нас это получилось мы спасены спасибо людям которые нам дали канистрочку всем спасибо что смотрели выпуск до конца поставьте лайк выпуску подпиской на канал подержите комментарий приятный запишите артемочка нашел свои сандалии уронил я телефон замял у меня в портфеле в общем все классно покатались катер сломался до новых выпусков